Уважаемые овны, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию второй прогноз на неделю с 5 по 11 февраля. Какой для вас будет эта неделя? Расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам, поэтому я вас всех приглашаю к своему столу. Рассматриваем все как обычно. Дом, семья, взаимоотношения, работа, карьера, возможные доходы и расходы. Любая информация, которая в отношении вас может исходить из внешнего мира. Скрытые факторы, смотрим, что в них, позитив или негатив. Подводим итоги этой недели. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. Карта, которую я достану, самый последний, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте сейчас о своем желании. Колода настраивается на вас. Работать мы будем сегодня на двух колодах. Одна основная, вторая вспомогательная. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете также делать и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака и то и другое. Верно, таким образом у вас будет больше информации для анализа. Бывает такое, что оба знака резонируют. Колода готова, и я приступаю к выкладке. Уважаемые овны, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его прочтению. Расклад начинается с двойки жезлов. Мы видим женщину, которая в ожидании чего-то. А конкретно вы, может, сейчас в начале этого периода будете обдумывать дополнительные какие-то заработки, возможности финансового характера. Возможно, вы просто обдумываете, где или как получить дополнительную финансовую помощь, потому что эта карта тоже может говорить о помощи инвесторов. Это могут быть любые рабочие проекты, в которых вы хотите с кем-то посотрудничать, но тут из-за чего-то могут быть сомнения, двойственность, когда вы взвешиваете для себя какие-то варианты и ожидаете, скажем так, лучших предложений. Общий запас энергии неплохой, хотя я вижу, что до недавнего времени, возможно, даже кто-то немножечко болел, потому что в раскладе я также вижу восьмерку мечей, и она выпала угловой картой вашего расклада. Но эта карта может говорить о любых ограничениях, в которых вы до сегодняшнего дня могли находиться. То есть это любые обстоятельства, которые над вами, на которые вам сложно повлиять, и может быть ощущение того, что вы как бы связаны по рукам и ногам. Но мыслительные процессы, конечно же, постоянно работают. По этой карте я не вижу большой активности в начале недели, но ближе к середине недели движения появляются все-таки больше. На входящие события выпала пятерка чаш, которая может говорить тоже о том, что вы как будто бы немножечко заякорились, вам хочется перемен, а не получается сейчас особо что-то изменить. Вы по жизни активны, и когда вы чувствуете определенный застой, вы себя чувствуете очень некомфортно. Тем более, что и в дом ваших финансов, один из основных домов, которые мы рассматриваем при раскладе, дом денег, сюда выпала пятерка жезлов. А это говорит о том, что финансы сейчас могут немножечко петь романсы, денег не хватает, либо вы до этого потратились, либо много есть текущих расходов. И даже те, у кого есть основная работа, вам сложно быстро финансово восстанавливаться, то есть если были траты. И, как видите, две пятерки уже диагоналят, то есть уже показывают определенные сложности на этой неделе больше финансового характера. То, что касается любых сделок, соглашений, сотрудничества с другими людьми, те, кто при работе. Я вижу, что у вас будет действительно выбор вариантов того, с кем лучше повзаимодействовать. Но будьте во всем внимательны, потому что кто-то может пытаться или журничать, или вас немножечко обманывать именно в финансовых вопросах. И сама по себе эта карта может показывать любую конкуренцию. Неважно, вы работаете на себя или на кого-то. Кто-то рядом с вами может пытаться решать свои проблемы где-то за счет вас какими-то хитрыми методами. Поэтому не слишком доверяйтесь даже тем людям, которых хорошо знаете. В центр вашего расклада в кармические задачи выпала карта рыцаря чаш. Она говорит о том, что будут и положительные новости. Для женщины это поддержка мужчины. Это может быть друг, это может быть любимый, это может быть сын, это может быть хороший знакомый или родственник. Но именно мужчина готов вам чем-то помочь. И я вижу, что будет еще какая-то радостная информация, скорее всего, которую вы давно ждете. По шестерке жезлов это может быть как письменная, так и устная информация, которой вы порадуетесь. Для кого-то это возможность с кем-то о чем-то договориться позитивно. Для кого-то возможность может быть с кем-то встретиться, увидеться, куда-то поехать и опять-таки что-то решить. Для кого-то это может быть даже долгожданная посылка. И основное, о чем говорит эта карта, то, что кто-то вас будет в чем-то хвалить, восторгаться вами. Вы в центре внимания. И по этому аркану вы сами собой можете быть довольны. Потому что в какой-то ситуации вы выглядите как человек-победитель, победительница, который свой успех или радость делит с другими людьми. Рядышком в большом кресте вашей судьбы выпала семерка монет. Это карта ежедневного труда, трудолюбия, упорства, усердия. Того, что каждый день во что-то вы вкладываете очень много своих сил и энергии. На перспективу того, что позже финансово будет что-то налаживаться. Вы в это верите и вы это знаете. Но сейчас, может быть, не самый такой легкий период. И по этому аркану, конечно, всегда хотелось бы зарабатывать больше. Во многих рабочих или деловых вопросах проявляется огромная мудрость. Эта карта параллелит в большом кресте с картой влюбленных. Это говорит о том, что во многом выбор делового рабочего сотрудничества у вас уже с кем-то предопределен. То есть есть люди, на которых вы можете рассчитывать, но, возможно, все-таки вы рассматриваете еще какие-то варианты, судя по первой карте. Также карта рыцаря чаш в центре может для кого-то из вас показывать признание в любви, заботу, тепло от мужчины. Просто желание вам чем-то угодить или поддержать вас в тот момент, когда вы в этом нуждаетесь. Сама по себе карта может показывать любого рода дороги, встречи, связанные с мужчиной. И для тех, кого волнует личная жизнь, эта карта может даже показывать свидание, желание с кем-то увидеться. Не случайно в большой крест выпала карта влюбленных, которая напрямую может говорить о любви и о том, что у вас есть желание налаживать свою личную жизнь. И если есть такой человек, который вам нравится, может быть, вы думаете о подарочке для этого человека или он для вас думает о каком-то подарке. Но я вижу, что сейчас и у вас, и у него не самое лучшее финансовое положение, но элементарные знаки внимания никто не отменял. Карта влюбленных также может говорить о том, что вы могли долго из-за чего-то колебаться, прежде всего в личной жизни, но на сегодняшний день вы точно знаете, чего или кого вы хотите. Высшие силы вас оберегают от ошибок, от неправильных действий и от неверных решений. И семерка монет, и шестой старший аркан могут говорить о том, что в жизни есть определенная равновесие, но стоит подтянуть финансовую сферу. Также то, что касается любых долгов, кредитов. Скорее всего, те, у кого имеются долги или кредиты, есть на сегодняшний день сложности с отдачей. И, может быть, вы думаете о том, чтобы такого придумать, чтобы или на время притормозить отдачу долго, или не отдавать пока деньги. Если у вас есть собственные должники, скорее всего, даже если у тех людей деньги есть, они не спешат вам отдавать. Они вам могут что-то рассказывать. В очередной раз, вводя вас в заблуждение о денег, вы все равно не видите. И то, что касается этого периода, в этом периоде не стоит никому одалживать. Возможно, даже вам кто-то будет предлагать некие такие сделки непонятного характера. Прежде чем соглашаться, хорошенько подумайте. Но тут, скорее всего, из-за финансов или, может быть, из-за каких-то старых денежных вопросов, у вас еще будут нервы или беспокойства. Потому что вот эти моменты будут тоже давать о себе знать. То, что касается деловой и профессиональной сферы для тех, кто при работе. Давайте посмотрим, что вам нужно знать. Я вижу, что заработать многие из вас смогут. Вы умеете договариваться с другими людьми. Если говорить о мужчинах, вы часто, может быть, в разъездах. Может быть, у кого-то это рабочие командировки. Может быть, это просто встречи, когда нужно что-то решать на расстоянии. Вы достаточно творческие люди. У вас есть какие-то творческие мечты, которые вы хотели бы развивать. Но если это свой проект, что-то лично ваше, какие-то ваши идеи, то на все это, конечно, нужны деньги. А денег сейчас особо на это нет. Но того, чтобы вы были без денег, я этого не вижу. По этой карте вы все равно, что женщины, что мужчины способны зарабатывать. Смотрим, что вам еще нужно знать. Для вас выпла карта «Семерки чаш». Да, эта карта подтверждает то, что вы люди очень творческие. Но я не очень люблю эту карту, только потому, что она больше показывает мысли мечты, нежели реальные действия. Мысли правильные, мысли хорошие. Но на их реализацию нужно что-то еще. Смотрим, что еще вам нужно знать. Для вас выпала карта «Восьмерки жезлов». И эта карта может говорить о любом движении, которое все-таки в рабочей, деловой сфере начнется. Это могут быть, опять-таки, любые перемещения. У кого-то что-то может решаться даже дистанционно, на расстоянии. Может быть, вы работаете посредством интернета. У кого-то это могут быть неплохие сделки, связанные с заграницей или с кем-то издалека. И работа тоже, возможно, на выездах. К вам могут поступать какие-то очень хорошие встречные предложения. Также и вы по этой карте кому-то что-то можете предлагать. И самое главное, что это интересно и это нужно кому-то. Поэтому заработать вы сможете. Возможно, будете в работе немножечко ускоряться. Нужно будет с чем-то поторопиться. Потому что по первым двум картам мы видели больше пассивность, нежели активность. А здесь уже начинается движение. Но я так полагаю, что это движение больше все-таки во второй половине недели. Смотрим, что еще посоветует вам колода. И это карта тройки чаш. Она говорит о том, что вам стоит задумываться о повышении, о карьерном росте, о каких-то дополнительных достижениях. Потому что для вас это возможно. Вы действительно талантливые. Поэтому если у вас есть цели и мечты, от мечтаний переходите к действиям. Вас непременно кто-то по этому аркану поддержит, вас одобрят. И это также кому-то будет нужно. Эта карта даже может показывать премии. И возможность поднять уровень своей квалификации. Для тех, кто в этот период вошел без работы, для вас выпала карта старшего аркана отшельника. Она говорит о том, что прежде всего вам в этом периоде стоит обратить большое внимание на свое собственное здоровье. И я так полагаю, что те, у кого есть хронические заболевания, на лечение или на поддержку вашего организма уходит достаточно много денег по этой карте. Того, чтобы вы сейчас особо искали работу, я этого не вижу. Давайте возьмем для вас карту дополнительного совета. Для вас выпала восьмерка монет. И она говорит о том, что как только вы немножечко восстановитесь по здоровью, для тех, кто все-таки захочет для себя найти работу или подработку, по девятке монет вы такую найти сможете. И я вижу, что у вас мог бы быть постоянный неплохой источник дохода. Если говорить о женщинах, то по этой карте вам еще кто-то может предлагать свою финансовую помощь. Скорее всего, мужское лицо. И этот аркан показывает поступление денег немножечко позже. Поэтому все-таки сложности материального характера, которые вы можете испытывать сейчас, отойдут в сторону. И карта отшельника для многих из вас также могла показывать духовный поиск, саморазвитие. Кого-то вас может интересовать философия, медицина. И есть огромное желание служить людям, кому-то помогать, творить добро. Но сейчас вам больше нужно подумать о себе. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь может действительно влиять мужчина или к советам мужчины вам стоит прислушаться. Ну а теперь перейдем к нашим семейным парам и посмотрим, что в ваших домах, в ваших отношениях. Для семейных пар выпала шестерка жезлов и семерка монет. Отношения в паре в этом периоде стабилизируются, даже если раньше были какие-то недоразумения. Я вижу, что вы оба стараетесь друг другу как-то помочь, друг друга услышать. У вас могут быть общие разговоры и общие действия. Вы даже будучи дома особо не отдыхаете, вы даже дома чем-то постоянно заняты. В ваш дом также поступит большая радость. И может быть эта радость будет связана как-то с вашей второй половинкой. Возможно у вас кто-то будет в гостях, потому что здесь мы видим целую группу людей, которые что-то празднуют, что-то отмечают. А у кого-то может быть будет повод действительно что-то отметить. Ну а теперь перейдем к нашим свободным овнам и посмотрим, что у вас. Для свободных овнов выпала восьмерка мечей, карта рыцаря мечей, две карты мечей подряд и двойка монет. Еще одна карта, которая говорит о финансовой составляющей вашей жизни, о том, что вам приходится как белка в колесе каждый день вращаться, вертеться, но финансов сейчас тоже не хватает и приходится что-то придумывать, чтобы быть финансово на плаву. Но вам это удается, несмотря на те ограничения, которые мы видим по восьмерке мечей. Эта карта показывает как бы добровольное затворничество или заточение. Может быть кто-то сейчас сидит без работы. Может быть кто-то болел или болеет. Это касается конкретно сейчас свободных и вы можете находиться дома. По рыцарю мечей вас могут волновать какие-то официальные вопросы, справки, бумаги, документы, с которыми тоже нужно что-то решать и здесь тоже вопросы упираются в финансы. Этот аркан для кого-то может показывать мужчину служащего, исполняющего обязанности, военного, посыльного, от которого исходит какая-то информация в отношении вас. И, скорее всего, тут есть вопрос срочный, который нужно решать срочным образом. И это поможет, и решение этого вопроса как раз поможет выйти вам из вот этих ограничений, в которых вы сейчас находитесь. Движение будет, не стоит терять веру, но движение небольшими шагами, судя по двойке монет. Все-таки это карта позитивного настроения. Девятка мечей говорит о том, что позитивное настроение не всегда. Иногда у вас просто опускаются руки, и вы не знаете, что вам делать, но нужно просто действовать. Даже если вы сейчас с кем-то встречаетесь, у вас есть человек, это могут быть не очень простые отношения. Либо вы разные люди, либо у вас двоих есть какие-то свои сложности. И это те отношения, над которыми нужно постоянно работать, если вы хотите их развивать. Если меня смотрят абсолютно свободные, я не вижу того, чтобы вы сами проявляли инициативу, чтобы с кем-то знакомиться. Но как только вы себе это позволите, в вашей жизни непременно будет кто-то появляться. Не случайно в расклад выпала карта влюбленных. И вы еще будете влюбляться, и вы еще можете быть в паре. По этим картам я также вижу внутреннюю молитву, и то, что вы очень часто обращаетесь к высшим силам. Это расклад тоже показывает. Но вам может иногда казаться, что вас высшие силы не слышат. Это не так вас слышат, потому что в раскладе есть достаточное количество позитивных карт, которые говорят о том, что что-то должно меняться к лучшему. На завершение этого периода выпала карта старшего аркана Шута. И она может говорить о том, что выходные вы проведете неплохо. Не стоит на выходные дни ничего заранее планировать. Скорее всего, что-то будет происходить спонтанно, но вы будете радоваться. Независимо, где вы будете, дома или вне дома, это может быть приятное общение, это могут быть какие-то позитивные разговоры. Конечно, по Шуту это не желание быть дома в четырех стенах, поэтому, возможно, вам все-таки захочется драйва, возможно, вам действительно захочется даже немного подурачиться, почувствовать себя беззаботными. Карта может показывать и соцсети, и интернет, и ваших деток, те, у кого есть дети. В выходные что-то может быть связано с вашими детьми. И эта карта может показывать желание чему-то учиться, познавать что-то новое. У вас появляется такой интерес, у вас пробуждается желание жить, и у вас пробуждается желание к переменам. И эта карта говорит о том, что вам хочется каких-то новых ощущений, чтобы ваша жизнь не была серой и скучной. И по этому аркану вы должны рисковать, вы должны действительно что-то менять, и у вас должно получаться, возможно, не сразу или не с первого раза. То, что касается новых проектов, но пробовать стоит. Почему я говорю не сразу? Во-первых, потому что здесь есть какие-то старые задачи, которые все-таки могут давать о себе знать, и пока вы их не закроете, сложно двигаться вперед. Вот это все упирается в финансы. Рядышком я вижу колесницу, но в перевернутом виде. То есть сейчас закрыты, возможно, какие-то дороги для вас на дальние расстояния, даже если в планах и было желание куда-либо поехать далеко, может быть, родственники за границей, может быть, любимый человек где-то далеко, или ваши дети. Не сейчас, еще и не последующая неделя, а скорее всего, немножечко позже. Все-таки что-то поменяется, и вы сможете свои желания осуществить, потому что девятка чаш говорит о том, что какие-то надежды реализуются, не без помощи ваших близких или друзей. То, что касается дорог, связанных с близкими расстояниями, они по центральным картам возможны и должны быть даже успешными. Давайте посмотрим, что в скрытых факторах или в форс-мажоре, или в дополнительном совете. Здесь мы видим восьмерку монет. Это карта ежедневного труда, и она говорит о том, что основное свое внимание вы сейчас должны задействовать в работу. Это не простая восьмерка монет. Мы здесь видим женщину-ключницу, у которой множество ключей. Она как бы хранительница этих ключей, и любым ключом она может пользоваться. Это говорит о том, что в вашем ресурсе, как у мужчин, так и у женщин, есть какие-то возможности, и не одна. Если говорить о женщинах достаточно молодых, если вам до сорока, скорее всего, вам будет помогать еще какая-то дама постарше. Если говорить о мужчинах, вам тоже в чем-то может помочь женщина. Или женщина вам будет что-то предлагать, а вам нужно прислушаться. Восьмерка монет также может показывать и вопросы образовательные, обучение. И может быть даже кому-то стоит совмещать работу и учебу, не стоит этого бояться. Или если вы работаете, и только обдумывали начать новое обучение, получить еще какую-то информацию для себя, благодаря которой вы могли бы зарабатывать больше, у вас здесь все получится. И свои финансы вы сможете привести в порядок. Потому что здесь может быть очень неплохой стабильный доход. И на карту вашего желания выпал 11-й старший аркан карта правосудия, которая говорит о том, что ваш вопрос достаточно сложный, спорный. Тут нужно что-то прорабатывать, тут нужно с чем-то разбираться, и вам тут еще нужна чья-то помощь. Одному или одной с этой задачей вам будет справиться достаточно сложно. Либо у вас тут в чем-то не хватает информации, и вам предстоит работа с информацией. Также хочу сказать о том, что если у кого-то есть какие-то судебные вопросы, в них тоже нужно будет носить ясность. Если вопрос задавался по бумагам, документам, которые нужно оформить или сделать, тут тоже что-то займет время. Тут что-то может затягиваться от 6 недель до 6 месяцев. Поэтому решение вашего вопроса не быстрое. И в вашем вопросе нельзя допускать ошибок, чтобы потом не пришло что-то переделывать. Но вам здесь будут помогать. Вообще, впоследствии, желаемое вы получить сможете, и даже будете очень довольны. Смотрим, что еще вам нужно знать. И для этого я беру оракул тайм. Спросим, что вам нужно знать еще интересного на самое-самое ближайшее время. Так как это оракул, будьте готовы к любой информации. Очень интересные карты. Выпали карта гроба, карта звездочета и карта звезды. Карта гроба, конечно, может говорить о том, что кого-то из вас волнуют мысли о жизни и о смерти. По этому поводу вы можете много размышлять. Это могут быть какие-то философские рассуждения. Но сама по себе эта карта могла показывать жизненный период достаточно сложный, когда в чем-то был застой, когда что-то не развивалось, когда кто-то нуждался в вашей помощи или вы нуждались в всей этой помощи. Но рядышком мы видим две интереснейшие карты, которые говорят о том, что вы можете попытаться заглядывать в будущее также и с помощью астрологии. И может быть, кто-то из вас даже будет изучать астрологию. Меня могут смотреть люди, которые уже являются практиками в этой области, и вы сами еще кому-то что-то можете доносить. Также эти карты могут показывать огромную тягу к развитию, к обучению. Если вы уже на сегодняшний день чего-то в жизни достигли, у вас могут быть собственные ученики и последователи. Но если вы захотите получать для себя знания, определенного характера, у вас будут очень достойные и грамотные учителя высшего уровня, которые действительно смогут вас многому научить. И возьмем для вас еще одну дополнительную карту. Это карта развилки, карта выбора возможностей, карта дорог, карта разных направлений. И то, что в какой-то момент вы еще из-за чего-то можете сомневаться, но по факту эта карта дает вам огромные возможности и говорит о том, что многое в ваших руках. Также эти карты могут еще показывать соцсети, то, что вы какую-то информацию способны получать через соцсети. Вы можете быть в каких-то группах, вы можете проходить какие-то тренинги, мастер-классы. И для вас это может быть что-то очень-очень интересное. Эти карты можно рассматривать по-разному, поэтому каждый из вас возьмет то, что вам ближе. Но кто бы меня не смотрел, вы должны верить в свою путеводную звезду и в свои таланты. Поэтому всем вам развития, всем вам успехов, замечательной недели. Я не прощаюсь с вами. Я благодарю вас за просмотры. Оставляйте обратные комментарии. И я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok